Они скандировали, руки прочь от Мюллера, и никто не может быть выше закона. Вечером 8 ноября акция под названием «Быстрое реагирование для защиты Мюллера» прошла в центре Манхэттена, на площади Таймс-сквер и в других американских городах. Тысячи людей вышли на улицы Манхэттена для того, чтобы выразить протест против вынужденной отставки генерального прокурора Джеффа Сэшнса. Противники Трампа опасаются, что это первый шаг в некой многоходовке, которая приведет в результате к тому, что расследование Роберта Мюллера будет свернуто. Я думаю, что Трамп давно вынашивал этот план и сейчас начал приводить его в исполнение, потому что демократы получили контроль в Палате представителей. У него есть два месяца, и я думаю, именно поэтому это происходит сейчас. Для меня важно защитить Мюллера и его расследование. Джефф Сэшнс вскоре после вступления в должность генерального прокурора США взял самоотвод и устранился от контроля над расследованием возможного сговора компании Трампа с Россией. Демонстранты считают, что вынудив его уйти в отставку, президент пересек красную черту и поставил страну на грань конституционного кризиса. Скоординированная акция по всей стране была организована сетью правозащитных организаций, но борется бы в зло, или никто не может быть выше закона. Принцип верховенства закона важен для всех американцев. Это то, за что я воевал за границей. Я верю в то, что все должны быть равны перед законом. Организаторы протестов обвиняют президента Трампа в том, что он назначил исполнять обязанности генпрокурора своего приспешника Мэтью Уиттегера. Уиттегер неоднократно публично критиковал расследование Рашигейта и даже говорил о том, как генпрокурора может задушить это расследование, не прибегая к увольнению Мюллера. Теперь, после увольнения Джеффа Сэшнса, Уиттегер обладает намочами для того, чтобы это сделать. Принцип верховенства закона будет нарушен, если мы увидим, что назначенный Трампом Уиттегер не позволит довести расследование до его логического конца. Я думаю, что все мы, вне зависимости от партийной принадлежности, должны быть против того, чтобы кто-то ставил себя выше закона и становился, по сути, диктатором. В Вашингтоне аналогичная демонстрация прошла перед Белым домом. В столичной манифестации приняли участие некоторые конгрессмены-демократы. Мы хотим, чтобы президент и так называемый генеральный прокурор знали, что мы считаем Белый дом и Министерство юстиции местами преступлений. И они должны быть отгорожены желтой лентой. По словам организаторов, подобные акции прошли в сотнях городов по всей стране, и в них приняли участие десятки тысяч человек. На площади Тайм-Сквер. Ни одно действие не обходится без местной знаменитости – Голого ковбоя. Правда, в этом море противников Трампа он оказался единственным сторонником президента. Появление здесь Голого ковбоя вызвало словесную перепалку, но некоторые демонстранты опасаются, что раскол в обществе может привести к насилию. Я опасаюсь раскола между людьми, того страха, который был привнесен в наше общество. И я опасаюсь, что может произойти реальное насилие. Демонстрация в центре Манхэттена, организованная через социальные сети, буквально за один день прошла без эксцессов и без арестов. Михаил Гудкин, Майкл Экклс. Настоящее время из Нью-Йорка.